Друзья, я снова рада всех приветствовать, меня зовут Нина и сегодня мы посмотрим, что он думал о вас, какая мысль о вас не дает ему покоя и вообще посмотрим все, что на душе, все, что на сердце к вам у загаданного человека. Итак, если вам актуальна эта тема, вам интересен этот расклад, загадывайте человека и будем настраиваться на гадание. Старайтесь максимально расслабиться, успокоиться, принимайте удобное положение, думайте о том человеке, о котором сегодня хотите узнать, о котором сегодня хотите спросить карты, представляйте его образ, проговаривайте его имя. И для начала мы посмотрим самого человека, что происходит, возможно, в его жизни на данный момент, либо что это за человек, все, что о нем покажут карты, чтобы вы могли понимать, ваш ли сегодняшний расклад и вышел ли на связь с вами именно тот человек, о котором вы думаете. Итак, смотрим этого человека, загаданного человека, смотрим. Здесь словно у него были какие-то перспективы, но он смотрел в другую сторону. Сейчас идет словно у него закрытие, да? Здесь идет то ощущение, когда у человека вроде бы все в жизни было, все в жизни было хорошо, все было замечательно, все было стабильно. Здесь тройка жезлов изображает нам любящих людей, где партнеры любят друг друга, где партнеры уверены друг в друге. И скорее всего у этого человека были именно такие отношения, отношения построенные на доверии, на взаимопонимании, я бы даже сказала на любви. Но в какой-то момент по восьмерке чаш человеку либо наскучили такие отношения, либо же захотелось чего-то более легкого. Возможно, в этих отношениях было сложно, может быть, были какие-то трудности. Человеку захотелось чего-то нового, либо в какой-то момент могли вмешаться третьи люди в эти отношения. И в погоне, возможно, за новым счастьем, за чем-то новым, за чем-то легким, за чем-то, что его более привлекало, чем те отношения, которые были, человек, возможно, мог потерять очень многое. Вот здесь мне идет именно больше в плане отношений. Но для кого-то может быть и такая информация, что это в плане работы. Он мог также что-то потерять, погнавшись за чем-то новым. Может быть, за какой-то своей мечтой. И в итоге это все привело его в такое, знаете, задумчивое состояние. Человек-король мечей, когда не сложилось там, куда он так стремился. Либо вот то, о чем он думал, когда уходил вот из этих отношений, не оправдало его ожиданий, не оправдало его надежд. Знаете, вот все как-то развалилось, не получилось по легкости, все равно ничего не получилось. И на данный момент человек, знаете, он может закрыться, он может быть в каком-то пессимистичном настроении. Человек может быть закрытым, человек может быть подавленным, человек может находиться в каких-то раздумьях. Сейчас человек может обдумывать все, что происходило с ним в жизни, все свои решения, которые он принимал. И вообще по карте король мечей человек на данный момент может даже находиться в положении принятия какого-то решения в своей жизни, которое бы вывело его вновь на стабильный уровень. Потому что человек сейчас на данный момент в поисках вот этой стабильности, которую дает четверка Пентаклей. И этот поиск может быть и как в плане материального положения, так и в плане отношений, в плане личной жизни. И король мечей на данный момент может показать именно то состояние, в котором человек сейчас находится. Это человек холодный, как я уже говорила, закрытый, необщительный. Человек что-то обдумывающий, человек находящийся в состоянии принятия решения. Ну а также для кого-то может быть актуальна именно та информация, что это загаданный человек, король мечей. Мужчина в воздушных знаках зодиака, решительный, имеющий стальной стержень, упрямый, которого сложно склонить на ту либо иную сторону. Человек умный, либо работа его может быть связана с обдумыванием, с принятием решения. Ну а также по этой карте могут проходить военные, люди в сфере правосудия, врачи, хирурги, ну либо люди, которые обращаются по работе с остальными предметами, ножами, например. Ну вот такая информация пришла об этом человеке. Если вы понимаете, что это тот человек, которого вы загадывали, то давайте мы с вами посмотрим, что на данный момент между вами. Что на данный момент в ваших отношениях с этим человеком. Что на данный момент в отношениях между вами. Что на данный момент. Ну здесь смотрите, здесь двойка пентаклей может говорить о неустойчивом положении. Рыцарь мечей может говорить о ссоре, либо конфликте, либо о недопонимании, либо о каких-то претензиях взаимных, которые вы высказываете друг к другу. Ну а вообще здесь идет ощущение по этим картам, что вы хотели бы наладить отношения с этим человеком, либо же он, так как король пентаклей выпадает, хотел бы наладить эти отношения. Он хотел бы из короля мечей на данный момент выглядеть королем пентаклей. Человек очень хочет видеть вас, человек очень хочет обнять вас, человек очень хотел бы быть рядом с вами. И потузу жезлов, это энергия его, да, его стремление по жеребец фи к вам. И как я уже говорила, между вами не так давно мог быть разговор. Этот разговор мог быть либо на повышенных тонах, либо какие-то взаимные оскорбления могли проскользнуть. Либо что-то могло быть между вами, что отдалило, отстранило вас друг от друга. И сейчас, конечно же, есть желание помириться, есть желание общаться, есть желание, возможно, даже начать эти отношения заново, с нуля. И мужчина держит в мысли, у мужчины есть намерение приехать к вам для разговора, приехать к вам для встречи, приехать к вам для того, чтобы показать какие-то свои серьёзные чувства и серьёзные намерения. Потому что двойка Пентакли ещё может говорить о том, что отношения качели у вас могли быть. Не было серьёзности, не было конкретики, не было того, к чему можно было бы стремиться. Словно ваше будущее, оно было как-то расплывчато. А сейчас у человека есть вот какое-то решение в плане ваших отношений. Вот недаром здесь король мечей выпадал. Он, скорее всего, очень многое думает по поводу именно ваших отношений. Ну и давайте непосредственно посмотрим его мысли. Что же не даёт ему покоя? Какие мысли о вас не дают покоя этому человеку? Какие мысли о вас не дают ему покоя? Какие мысли о вас не дают ему покоя? Ну, смотрите, ему действительно очень хотелось бы быть рядом с вами. Посмотрите, туз Пентакли – это ощущение вас как награда. Это ощущение вас как нечто очень важное, очень ценное в его жизни. И вот на данный момент Звядка Пентакли говорит о том, что он видит вас самодостаточной, уверенной и счастливой. Счастливой, но без него. Неважно, что там происходит у вас в жизни, но на данный момент он видит вас именно такой, какой характеризовывает Девятка Пентакли. А Девятка Пентакли – это всегда независимая женщина, свободная женщина, яркая, которая радуется и наслаждается, которая умеет радоваться жизни. И смотрите, Паш Чаш, он робко несет эту любовь, да, вот в его сердце живет эта любовь. Она вот как огонечек такой, знаете, прям вот, посмотрите на эту свечу, он еле-еле-еле горит. Вот в его сердце вот такой вот огонек. Возможно, какие-то события, возможно, много чего было уже в ваших отношениях между вами. И эта любовь, она то, как пламя разжигалась, то затухала, то, смотрите, вот он многое мог уже вот как-то к вам чувствовать, перечувствовать, да, от любви до ненависти. Но вот этот вот Паш Чаш говорит о том, что эту любовь все равно он в сердце несет. Как бы он там, может быть, ее не пытался заглушить, либо наоборот она разгоралась, все равно она вот есть где-то в глубине, к вам это привязанность. Я бы даже сказала, на таком ментальном уровне. Ну, здесь такие два сильных аркана, Солнце и Император, которые говорят о несгибаемом, действительно, вот каком-то железном характере этого человека. Здесь человек непростой. Здесь человек, который, знаете, вот очень гордый, может быть. Он никогда через себя не переступит. И я бы даже сказала вот по сочетанию этих карт, что человек может причинять боль тем людям, которых любит. И происходить у него это может именно как-то вот подсознательно, да. Даже не то, что он задумывает вот намеренно кого-то ужалить, укусить. Вот у него как-то это спонтанно все происходит. Здесь именно такой вот сложный, какой-то тяжелый человек мне идет. И, возможно, именно его характер, его эгоизм, его отношение к вам привело к тому, что сейчас происходит в ваших отношениях. К тому, что вы как-то отстранились, вы закрылись также в отношении этого человека. И, как я уже говорила, вас по Тузу Пентакли, он считает своей наградой, своим подарком, чем-то очень ценным в своей жизни. И вот эту любовь к вам он вот несет в своем сердце. Смотрите, вот как я говорила, это свеча. Она вроде и затухнуть хочет, но не может. Все равно она горит. Сегодня словно бы и свеча она вот поддерживает наше гадание, является помощью. Вот так его чувство. Но чем бы он его ни пытался заклушить, все равно он этого сделать не может. Оно есть к вам, это чувство. Этот огонек, я бы сказала, любовь к вам, вот он несет через всю свою жизнь. И не важно, сколько вы с ним общаетесь, сколько времени длятся ваши отношения, чувства у него, которые невозможны ничем, как я уже говорила, загасить. Ну, давайте еще посмотрим, о чем он думает. Его мысли. Давайте еще посмотрим его мысли по поводу вас. Его мысли по поводу вас. Что он о вас думает? Ну, я говорю, что человек здесь с тяжелым характером. Но, знаете, я скажу, что вы тоже здесь не промах. Он также от вас не ожидал, что вы можете быть такой. Во-первых, он не ожидал, что вы действительно настолько сильно будете его к себе притягивать, настолько сильно будете его к себе манить. Тут и Верховная Жрица, и Карта Луна, и Карта Вселенной. Здесь действительно вы для него словно бы являетесь всем. Семерка Чаш говорит о том, что на данный момент он может о вас очень сильно мечтать, он может вас очень сильно желать. И Семерка Чаш действительно говорит о том, что вы очень редко выходите из его мыслей, очень редко. И, знаете, вот по Верховной Жрице и по Магу, здесь я бы сказала, вот словно пара. Вот он представляет вас, словно вы очень сильно подходите друг к другу. Ну, не знаю, как это будет звучать, но всё-таки Маг и Верховная Жрица, я бы сказала, что это две очень-очень сильные личности, магнетические личности, личности, которые обладают очень сильной мощной интуицией и которые могут чувствовать друг друга действительно на расстоянии, неважно, какое бы это расстояние ни было, длинное, либо не очень длинное. Вот вы чувствуете, и вы даже в плане интуиции можете считывать друг друга и можете интуитивно понимать, что происходит на данный момент с этим человеком. И поэтому, знаете, на данный момент вот ваша такая закрытость, это словно вы считываете информацию с него, и как бы вот ваше поведение — это зеркальное поведение того человека, которого вы сегодня загадали. И в то же время он также может считывать это и понимать это. И ему бы вот по карте Император очень сильно хотелось бы всё-таки вот обладать и одерживать Верх над вами, быть победителем, ну, я бы сказала, в такой игре, в этой игре. Но, смотрите, вот эти вот карты «Луна», «Семёрка», «Чаш» говорит о том, что он всё-таки не до конца уверен в том, что его тактика поведения правильная и что он действительно может одержать над вами победу. Он не уверен, потому что в вас он чувствует силу, огромную силу. И также он понимает ваше влияние на него, вы очень сильное влияние на него оказываете. И здесь вот по этим картам идёт даже такая информация, что вот в какой-то момент он готов сдаться, сдаться в плен вот этим вот чувствам, которые его съедают. Он готов покориться вам. Знаете, именно потому что он чувствует в вас силу. Он чувствует в вас ту женщину, которая вот действительно завладела полностью его разумом, его сознанием и даже его телом. Ну, я бы так сказала. И, возможно, даже при вашем первом знакомстве он вас не воспринимал как такую серьёзную женщину в своей жизни. Он не ожидал. Вот я скажу, что для него то, что он вас открыл, он этого даже не ожидал, что вы можете быть именно такой. Поначалу он, может быть, даже не был к вам так сильно привязан. Может быть, он даже не рассматривал вас как вот именно такой ценный подарок в своей жизни. А сейчас вот в нём живёт это понимание, это осознание. И именно эта мысль вот действительно на самом деле не даёт ему покоя. Ну, давайте посмотрим его планы. Давайте посмотрим его планы в отношении вас. Его планы по поводу ваших отношений. Что он всё-таки планирует на будущее? Его планы на будущее между вами. Давайте посмотрим его планы. Здесь вот человек действительно очень часто вспоминает вас, вспоминает, если у вас были отношения, ваши отношения. Десятка Пентакли. Ну, знаете, здесь могут быть какие-то обстоятельства по Десятке Пентакли. Здесь могут быть всё-таки либо мужчина, загаданный человек, он семейный, либо же вас связывают узы брака, и вы не свободны, потому что Десятка Пентакли очень часто говорит о семье. И вот эта семёрка мечей Десяткой Пентакли может выражаться таким подвохом, да, либо же, может быть, этот человек зависит от своей семьи, да, от своих родителей, которые как-то влияют на него по поводу ваших отношений. Либо же, как я уже говорила, здесь кто-то из вас не свободен, и это может быть вот таким подвохом по семёрке мечей. Вот именно тем, что может задерживать, тормозить развитие ваших отношений. Но на данный момент вот он подвержен воспоминаниям, на данный момент он вспоминает то, что было между вами. Также Тройка Пентакли может всё-таки говорить о третьих лицах, о том, что есть люди, которые вмешиваются, которые дают советы, либо которые как-то, ну вот, не дают движению. Здесь однозначно человек ещё может у кого-то спрашивать советы, либо к кому-то прислушиваться. Хотя, казалось бы, на него падает карта император, который, и король мечей, которые говорят о том, что человек решительный, волевой, не привыкший особо советоваться с кем-то. Но есть вот кто-то, кто на него воздействует, и кто пытается ему внушить своё мнение. И это мнение он может выдавать как за своё. Вот я бы так сказала. Но пока человек, конечно же, обдумывает. Он обдумывает всё, что между вами сейчас происходит. И здесь какие-то планы на будущее он строит. Всё-таки Тройка Пентакли — это построение. Паш Пентакли — это мысли, которые посещают о построении, о развитии. Это всё может быть очень медленно. Вот это молчание, которое между вами, оно уже может быть достаточно длинным. Вот эта неуверенность в будущем также может быть достаточно долгое время. Здесь получается вот от его такой нерешительности, несмотря на то, что вроде бы король мечей, страдаете и вы. И вы вот словно бы в таком зависшем состоянии находитесь. И не туда, и не сюда. И вроде бы уже оставила бы всё в прошлом. Начала бы новую жизнь. И с другой стороны вот что-то держит. Держит то, что он ещё никак не определится. Но вот здесь у меня идёт вот такая энергия, энергетика такая. Напишите. Вот мне очень интересно, почему идёт такое ощущение. Ну давайте ещё посмотрим. Давайте ещё на планы посмотрим. Что там в планах у него? Что там в планах на будущее? На будущее с вами? Ну вот, смотрите, десятка чаш. Он видит вашу, свою точнее, жизнь именно с вами. И по жезлу. Это уже какая-то активность. Это уже. Ну вот здесь, как я говорила, может быть ваша холодность, ваша отдалённость. Может быть, между вами большое всё-таки расстояние. А здесь, смотрите, фея фортуны. Человек словно бы ожидает какого-то удачного случая, чтобы быть рядом с вами. Потому что он без вас свою жизнь уже не мыслит. Десятка чаш. Вот эту наполненность, радость, желание жить, он ощущает именно рядом с вами. И та холодность, которая сейчас от вас исходит, она вот для него, знаете, подобна смерти. Вот в прямом смысле слова. Ему на данный момент очень тяжело. И, возможно, вот эта четвёрка Пентакли, ощущение стабильности у него будет именно с вами. Либо если у вас уже были отношения с этим человеком, то только с вами он мог ощущать ту стабильность в своей жизни, которую он на данный момент очень сильно хотел бы сейчас достигнуть, добиться. И здесь в намерениях есть пажезов. Это, знаете, вот как я говорю, опять же, как этот огонёк. Небольшие такие проблески того, что нужно проявляться, нужно действовать для того, чтобы опять вернуть к себе любовь, вернуть тепло, потому что сейчас идёт именно холод. Он хочет ощущать ваше тепло, он хочет ощущать вас, он хочет ощущать ваши прикосновения. Но и он надеется на свою удачу, он надеется на счастливый случай. Знаете, здесь даже может быть человек, который верит в приметы, который никогда не пойдёт, если чёрная кошка ему дорогу перебежала, постарается обойти это место. Но вот здесь может быть такой человек, который как-то верит в то, что судьба ещё повернётся к нему своей светлой стороной, когда он сможет сделать те шаги и повернуть вас к себе лицом. Ну и также по карте Феи Фортуны здесь человек надеется на какой-то случай, когда он сможет сделать вот эти шаги навстречу к вам и в то же время вот сохранить своё лицо. Вот он ожидает такого момента, когда он явится перед вами с гордо поднятой головой и вы его примете. Может быть, он ищет какие-то аргументы, либо что-то обдумывает такое, чтобы сделать этот шаг в вашу сторону, но не чувствует себя, знаете, как униженным. Вот такое ещё здесь идёт ощущение по вот этим картам, что ранее выпадали. Вот ему бы очень хотелось быть рядом с вами, но не в плане, знаете, вот котёнка, который муркает под вашими ногами, а именно в плане сильного императора. Вот здесь такое тоже идёт. Ну и давайте его действия. Как всегда, по традиции, мы смотрим в конце расклада действия. Загадывайте интуитивно сроки. Я буду брать на месяц. Вы как чувствуете, как подсказывает вам ваше сердце. И посмотрим, загаданный срок, его действия. Какие действия, загаданный срок от него можно ожидать. Какие действия, каких действий на загаданный срок от него можно ожидать. Смотрите, здесь человек вот словно как на дурака, да, вот хочет дождаться такого случая, когда можно выгодно себя подать. Выгодно себя подать. Да, сейчас он не видит. Сейчас он не видит такого момента по карте Фея Фортуна, сокрушённый бук, что можно было бы к вам проявиться. поэтому вот в ближайшее время он висит, он ожидает, ожидает случая. Здесь действительно не поставлена точка между вами, вот именно с его стороны. Он по карте повешенный, не ставит точку в ваших отношениях. Но здесь может пройти достаточно длительное время, пока он действительно дождётся того шанса, чтобы появиться перед вами при всей своей красе, как говорится. Ну вот так здесь идёт. И пятёрка жезла здесь, сопротивление, да, и желание такое, что вот появись ты сейчас, можешь всё упустить, можешь всё потерять, потому что тут и страхи присутствуют потерять награду всей своей жизни. Ну и характер, как я говорила, здесь сложный человек, здесь упрямый, упёртый человек, который вообще тяжело переубедить. Тут возможно кто-то навязал какое-то мнение, навязал какую-то точку зрения, которую он выдаёт за свою, и переубедить его поменять вот это мнение вообще словно невозможно. И вот это упрямство ещё может играть то, что он висит, висит, думает, ожидает удачного случая, момента. Но двойка жезлов говорит о том, что колебания, сомнения в его неправильных действиях, в том, что довисится, довисится до того, чтобы всё потеряет. Здесь этот момент тоже присутствует. Ну, и шут. Ему хочется начать всё сначала, начать всё с нуля, с чистого листа. Либо же он как-то по шуту хотел бы заявиться, да, когда вот привет, как дела, а у меня всё отлично, пошли погуляем. Словно бы ничего и не было. Словно бы он и не виноват ни в чём вообще в том, что между вами сейчас происходит. здесь и такое есть тоже. Поэтому, знаете, может быть, в загаданный срок он не проявится, действий от него никаких не будет, но в дальнейшем он будет действовать. Он будет действовать, когда именно посчитать, что пришёл тот момент для его действий, вот тогда он действовать и начнёт. Ну и давайте ещё совет для вас на колоде Ленорман. Посмотрим совет для вас в такой ситуации. Посмотрим совет для вас. Что вам, как вам себя вести в этих условиях, как вам себя преподносить этому человеку, что нам посоветуют колода Ленорман. Совет от Ленорман. Знаете, я бы сказала, что вы, конечно же, первые шаги не делаете. Карта Гора говорит о том, что человек должен сам к вам проявиться. Здесь карта Букет говорит о том, чтобы вы прям совсем не закрывались, не отстранялись. Знаете, вот словно вы внесли в блок и человек до вас не может ни достучаться, ни дозвониться. Здесь таких действий, конечно же, от вас не нужно. Но и самой первой делать шаги к этому человеку, здесь я тоже скажу, не стоит этого делать. Вам действительно нужно дожидаться от этого человека первых шагов, именно ждать его действий. Не просто слов и обещаний, а действий. И только тогда по карте Букет открываться, только тогда идти на контакт и на общение с этим человеком. Но здесь вот вам все-таки карты не советуют делать первый шаг. Даже Букет, вот эта пиковая королева, вы должны также иметь свою гордость, вы должны также себя любить и уважать, как этот человек себя любит и уважает. И карта Крест, она говорит, что то, что вам по судьбе, оно от вас никуда не денется. наслаждайтесь, радуйтесь жизни по карте Букет, любите себя, а то, что ваше, оно вашим и останется, оно от вас никуда не уйдет. Вот здесь даже карта Гора говорит, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Карта Гора говорит, не создавайте себе препятствия. Эти отношения это совершенно не препятствия на вашем жизненном пути. Идите своим путем, живите своей жизнью, а то, что ваше, оно от вас никуда не денется. Ну, вот такой здесь совет на сегодня. Оставляйте свои отклики, пишите комментарии, как у вас отыгрывается этот расклад. Для меня очень важна ваша обратная связь. И, кстати, смотрите, свеча, она у нас так и не погасла. Это очень хороший знак, который говорит о том, что его чувства к вам, они так же, что бы там ни происходило между вами, они так же не гасимы, они так же не угаснут, и они всегда будут при нем. Ну, вот. Поэтому пишите, мне очень интересно, как откликается этот расклад у вас. Подписывайтесь, кто еще не подписался на канал, я всегда очень рада новым друзьям. Будьте любимы и счастливы. Я прощаюсь с вами, до новых встреч и до новых раскладов на канале Найт Тарут Байнина. Всего вам доброго, друзья!